Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Сертификаты за хорошую учебу. Глава Самар Олег Фурсов вручил денежные премии выпускникам-сиротам. Преступная связь. В Самаре изъято порядка полутора тысяч сим-карт, которые продавали незаконно. Самарские школьники на Волжском дне. Экскурсия туда, где речная вода превращается в питьевую. Когда фэнтези спасает от реальности. Воспитанница детского дома Настя Головина написала книгу. Юный взгляд. В галерее «Новое пространство» открылась выставка молодых фотографов. Сегодня столица региона отмечает праздник – День Самарского знамени. Для жителей и гостей города на ладье дают большой концерт. Выступают артисты Самары и Болгарии, а также хор турецкого. На набережной работает наш корреспондент Марина Матвейшина. Ей слово. На четвертой очереди набережной собрались тысячи самарцев и гостей города. Впервые в Самаре так масштабно отмечают День Самарского знамени. В этом году он связан с двумя важными для самарцев датами. Это 50-летие улицы Старозагор и 140-летие российско-болгарской дружбы. Впервые на одной сцене в рамках одного праздника такое количество музыкантов. Сводный оркестр исполняет уникальные произведения, посвященные русско-турецкой войне. Среди них и старинные марши, и современные композиции. Также сегодня состоится премьера музыкального произведения, которое специально к сегодняшнему дню написал солист Центрального военного оркестра Болгарской армии Владимир Иванов. Россия и Болгария – это братский народ. Нас объединяет одна вера, православное христианство, нас объединяет почти одинаковая культура, нас объединяет одни ценности. Это очень знаменательно, потому что болгаро-самарская дружба существовала, и мы должны традиции эти поддерживать, возрождать. И тем более, вот в духе дружбы и патриотизма должны воспитываться наши дети. Это очень важно, это очень здорово, и нужно поддерживать и возрождать все эти наши дружеские отношения с нашими дружескими странами, тем более у нас есть и кинотеатр Шибко, да, и улицы. Поэтому, конечно, это очень важно, и наши дети. Они привлечены, естественно, они полезли в интернет, они читают, они смотрят. Конечно, это, так сказать, их подстегивает, чтобы как раз познавать исторические наши вещи, помнить и знать. От культуры к бизнесу представители делегаций из Болгарии, которые приехали в Самару на празднование Дня Самарского Знамени, обсудили и перспективы экономического партнерства. В плане развития бизнеса между Самарой и Болгарией есть огромный потенциал, подчеркнули коллеги из балканской страны. Успех начинается с дружбы, убедился наш корреспондент. Здесь камень превращают в вату. Больше 17 тысяч зданий в России построены с использованием продукции Самарского завода сэндвич-панелей. Что и как делают на предприятии. С тонкостями технологии знакомились представители делегаций из Болгарии. Это далеко не единственная встреча болгар с самарскими коллегами. Цель – наладить партнерские связи в бизнесе. 140 лет назад Самару и Болгарией объединило Самарское знамя. В советские годы связывали партнерские отношения. Сегодня второе дыхание открывается у делового сотрудничества. Сейчас мы хотим восстановить эти связи. И сегодняшняя встреча дала нам оптимизм, что это случится. Культурный обмен уже есть. И он не потерялся так. Экономический, торговский, кооперационный и все другие возможности, которые у нас есть. И это первое, которое мы, так сказать, обнаружили и хотели использовать на будущее. Наши коллеги получили информацию о том, как мы можем их поддержать. Сегодня наши коллеги провели ряд встреч с профильными компаниями. Мы получили максимальную заинтересованность с обоих бизнес-сторон. И в дальнейшем уже это организационное и техническое взаимодействие. Одно из предложений открыть в Болгарии – дилерский центр Самарского завода. Очень приятно, что болгарская сторона нашла такую возможность и время приехать в наш регион, ознакомиться, как говорят, с реальными секторами экономики. И я думаю, это правильно, когда лучшие продукты, каждая из стран, имеют возможность быть предложены любому клиенту, я не знаю, в любой стране. Пока это предварительная подготовка платформы для бизнес-партнерства. Но интерес уже значительный с обеих сторон. Представители болгарского бизнеса обсудили также возможности сотрудничества в отрасли металлургической промышленности, сельского хозяйства и других сферах. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Мне не о чем жалеть. С такими мыслями героиня книги Анастасия Головиной отдает свою жизнь ради спасения людей. С такими же мыслями автор книги встречает свое 18-летие. Ей не о чем жалеть, несмотря на то, что на долю Насти выпали недетские испытания. Все эти годы рядом с Настей была автор программы «Право на маму» Инесса Панченко. В день совершеннолетия девушка получила неожиданный подарок. Происходящее в этот день для виновницы торжества стало полной неожиданностью. Настя Головина – одна из первых героинь программы «Право на маму». Четыре года мы следили за непростой судьбой девочки. В 14 лет она осталась сиротой при живых родителях и отчаянно пыталась принять эту реальность. Перед выпуском из детского дома Настя написала книгу. Удивительная фэнтези о том, как ангелы ценой своих жизней спасают землю. Эту книгу девушка получила в день 18-летия в подарок от нашей программы. Настя, смотри. В жизнеутверждающей повести отразилось то, что удалось пережить и понять за годы сиротства. Ее содержание напрочь рушит стереотипы детдомовских детях, существующие в обществе. Если вы прочитаете эту книгу, я думаю, что у вас все-таки, наверное, будет несколько иное уже впечатление о наших детях. Очень здорово, что Настя не озлобилась. Очень здорово, что она обратилась к ангелу. И, наверное, через обращение к ангелу она видит, что очень много хороших людей на земле. На необычный день рождения пришли те, кто поддерживал Настю все эти годы. Вместе с ней многие из них поняли, что важно не доставить ребенку минутное удовольствие, а научить его жить в нашем мире. Хотелось бы, чтобы те люди, которые готовят подарки сиротам на Новый год, на Рождество, еще на какие-то дни, дню ребенка сейчас будет, 1 июня, помогли бы издать эту книгу, чтобы мы могли бы их распространить среди воспитанников детских домов, чтобы они, читая их, могли получить какое-то основание для своей дальнейшей жизни. Повышенное внимание в опросы журналистов стали для Насти настоящим выпускным экзаменом во взрослую жизнь. И она совершенно точно знает, что именно ей нужно для того, чтобы стать счастливой. У родных людей, которые просто рядом, которые очень хорошие, которые в моем окружении, чтобы они были рядом просто, и просто значит, что с ним все хорошо, все, не надо ничего больше. Инесса Панченко, Константин Головин. События. Детям-сиротам, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве, вручили денежные сертификаты на подготовку к выпускным. Хоть приходилось и тяжело, эти ребята стали лучшими и останавливаться не намерены. Каждый уже выбрал профессию, стать хотят учителями, инженерами и полицейскими. Десять выпускников получили материальную поддержку от городских властей. Кроме того, для детей-сирот в этом году приобретут больше сотни квартир. Марина Кравцова с подробностями. Талантливый человек талантлив во всем. Своим примером это высказывание стремится подтверждать Алексей Наговицын. И на аккордеоне сыграть может. Закончил музыкальную школу. И победитель соревнований по бальным танцам, и футбольных турниров, и успехами в учебе похвастаться может. При этом будущую профессию Алексей выбрал серьезную. Уже подал документы для поступления в Рязанское десантное училище. С самого детства была мечта у меня стать защитником, защищать Родину. Имею цель вступить в военное училище, стать офицером. А вот Кирилл Цырульников с детства увлечен радиотехникой. Поступать планируют в Самарский национальный исследовательский университет. Самара как-то родной город. Здесь уже все обустроено, и какие-то планы построены. Всем этим ребятам успехов пришлось добиваться без поддержки родителей. Для сирот опорой стали попечители, опекуны, бабушки и дедушки. Но и власть их тоже не забыли. Помогали и в школьные годы, и к выпускному подготовиться. Отличники получили денежные сертификаты. Мы с своей стороны будем продолжать вам помогать. Делать так, чтобы вы могли с достоинством жить, работать в нашем городе. Ощущать себя частичкой той истории, которая связана с нашим замечательным городом Самара. И вносить посильный вклад в те позитивные изменения, которые в городе происходят. Мы сейчас уверены, что у России есть великое будущее. И именно в это время у вас есть все для того, чтобы развиваться. В Самаре эффективно реализуют федеральную программу по предоставлению жилья сиротам. В апреле ключи от первых в этом году квартиры уже вручили новоселам. Всего в этом году свой дом появится у 127 детей-сирот. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. У самарских школьников сегодня была возможность в прямом смысле оказаться на Волжском дне. Им показали святую святых насосно-фильтровальной станции. Место, где речная вода путем сложной системы очистки превращается в питьевую. Марина Матвейшина изучила процесс, а заодно узнала, зачем подросткам такие знания. Братец, не пей! Козелочка, встанешь. А вот если выпить воды из Волги, то ничего не случится. Правда, если эта вода прошла через насосно-очистительную станцию 2. Сейчас мы находимся в буквальном смысле на дне Волги. Вода из водоема поступает вот через эти трубы с самотеком. Она не засасывается, поэтому рыбы и мальки сюда тоже не проходят. Сюда стоят специальные решетки, которые не пропускают. И только потом насосами вода поднимается вверх на более чем 100 метров. Оборудование полностью автоматизированное. Агрегаты мощностью более 3000 кВт работают с помощью управления плавного пуска, что позволяет расходовать энергоресурсы, насколько возможно, экономно. Если когда прямым пуском, мы потребляем очень большие кратные токи для запуска вот этого ротора, то есть для этого агрегата. Там 10-ти кратный, может 20-ти, может даже выше. А вот плавный разгон, он это урезает, то есть на минимальных нам токах. Разгоняем этот агрегат до нужной нам скорости, до нужной нам характеристикой. Сейчас энергосбережению уделяют все больше внимания на всех уровнях власти. Культуру экономии ресурсов важно привить уже в детском и подростковом возрасте, говорят специалисты. Потому на станции проходят экскурсии для школьников. Показать ребятам, показать школьникам, откуда берется вода, как вот чтобы мы понимали, что что течет из крана, это не где-то что-то, это наша великая русская река, наша Волга. Ничто так не запоминается, как собственное участие. Поэтому можно много говорить об этом, но когда они воочию познакомятся непосредственно с тем, что происходит здесь, я думаю, это сыграет существенную роль. Еще одна цель таких экскурсий – провести профориентацию среди подростков. Показать, что на НФС можно найти применение разным специальностям – от инженеров до микробиологов и химиков. Современное оборудование требует уже другой квалификации. Соответственно, этот вопрос у нас состоит уже, он будет дальше все серьезнее нарастать. И мы заинтересованы, естественно, чтобы подготовленные кадры уже обеспечивали надлежащую эксплуатацию этого оборудования. После того, как вода из Волги поступила на станцию, она проходит несколько этапов очистки. Под ультрафиолетовыми лампами разрушается ДНК микроорганизмов. Затем ее осветляют, избавляют от микрочастиц, следом хлорируют. И только после этого ее можно считать питьевой. Я не ожидал, что так будет серьезно. Я думаю, так просто пройдет один этап очистки в город. Это доказывает все серьезно. Уверен в том, что можно пить воду и даже не волноваться о том, что там какие-то микробы будут. Вода поступает у резервуары, а затем к потребителям. Но и ее проверяют в лаборатории по 50 показателям. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Далее коротко о других темах дня. Новое видео строительство двух развязок и новой дороги на Московском шоссе появилось в сети. Квадрокоптер блогера снял, как идет реконструкция главной магистрали города. В середине мая на перекрестке Московского шоссе и проспекты Кирова начали заливать вторую секцию фундамента путепровода. Всего тоннель будет состоять из четырех секций. Планируется, что реконструкция Московского шоссе полностью завершится к концу 2017 года. На реконструированном участке Московского шоссе установят новые камеры ГИБТД. Всего в этом году в Самаре повесят 60 новых комплексов. Работы по их монтажу начнутся в августе и продолжатся до конца года. Бывший импортер «Лада» в Ливане компания «Джимикс САЛ» пытается взыскать с автоваза почти 110 миллионов рублей, сообщает «Волга Ньюз». Тольяттинский автозавод разорвал отношения с иностранной фирмой в прошлом году. Причина такого решения – перепродажа автомобилей «Лада» в третьи страны. В результате таких действий импортера владельцы купленных машин теряли возможность получить гарантийное обслуживание и не могли купить запчасти к своим автомобилям «Лада». Это наносило существенный ущерб имиджу российского бренда. В пресс-службе автогиганта «Порталу» ответили, что ситуацию пока не комментируют. Дополнительная информация со стороны автоваза поступит в случае, если суд когда-либо вынесет какое-то решение. В Самарской области обнаружен заболевший малярией. Опасную болезнь завез рабочий строительный компаний, который приехал в Тольятти из Индии, сообщает Управление Роспотребнадзора. Сейчас специалисты борются за то, чтобы заболевание не распространилось и не возникла очага инфекции. Лосиная эпопея в Самаре закончилась. Животных вывезли в лес Кенельского района. Обнаруженные в среду, 18 мая, у гидромедцентра особью оказалась лосиха в возрасте около двух лет. Ветеринары ее усыпили и вывезли в лес вместе с лосихой такого же возраста, усыпленной ранее на девятой просеке. Как говорят специалисты, лоси начинают самостоятельную жизнь без родительской опеки как раз в два года. Особи именно такого возраста оказались в Самаре. Не исключено, что они отправились вплавь на левый берег Волги, потому что их что-то напугало. Например, где-то появились волки или дикие собаки. 22 мая по всей стране пройдет предварительное голосование партии «Единая Россия». В Самарской области определятся кандидаты в Государственную и Губернскую думу. Избирательные участки, а их более 300, откроются в 8 утра. О том, что ждет самарцев в день выборов, расскажет Алина Чемерец. Час икс для участников «Праймерис» наступит уже послезавтра. Чтобы предварительные выборы прошли без сучка и задоринки, Федеральный оргкомитет «Единой России» выходит на видеосвязь с регионами. Главная задача партии – учесть мнение каждого, кто придет на избирательный участок. Наша с вами задача, коллеги, в оставшиеся два дня приложить все усилия для того, чтобы все желающие смогли принять участие в предварительном голосовании. Найти свой счетный участок, знать, где он находится, проголосовать. Принимать документы у желающих стать народными избранниками в Самарской области начали в середине февраля. Изначально зарегистрированы были 263 человека. В дальнейшем кандидатуру семерых из них снял Федеральный оргкомитет. Были и те, кто добровольно отказался идти на выборы. В ходе агитационной кампании кандидаты встречались с жителями, участвовали в дебатах. Обязательное условие – выступить на них хотя бы дважды. Что характерно для «Праймерис», накануне голосования не наступает день тишины. С момента регистрации и по завтрашний день, по 21 мая, имелось возможность проводить встречи, контакты и так далее. Работать с избирателями, доказывать, что они лучшие, что они могут быть теми, кто представит данных избирателей от партии «Единая Россия». В день предварительного голосования в регионе откроются 354 избирательных участка, пятая часть от всех существующих. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера. Оборудовать их начнут завтра. На каждом пункте обязательно должны быть кабины для тайного голосования, урны информации о кандидатах. В Самару уже завезли 20 тонн бюллетеней с именами тех, кто намерен идти в Госдуму. Еще, как минимум, столько же с кандидатами в губернскую отпечатали в регионе. На избирательном участке каждый человек получит 4 бюллетеня. Здесь кандидаты по спискам и по одномандатным округам в Государственную и в губернскую думу. Всего 247 человек. Примечательно, что голосовать не обязательно за кого-то одного. Можно выбрать хоть всех. Главное, чтобы отметка стояла четко в клетке. На основе этого будут формироваться рейтинги кандидатов. Самарские единороссы ожидают, что на участки придут как минимум 10% избирателей. В понедельник, 23 мая, Генсовет партии рекомендовал регионам провести пресс-конференцию. И рассказать, как прошло голосование, какой была явка. Окончательные результаты огласят в среду. Именно тех, кто получит возможность представлять интересы жителей на федеральном и региональном уровнях, станут известны 25 числа. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Опасные связи. С начала года в Самаре изъято порядка полутора тысяч сим-карт, продавали которые незаконно, без всяких документов и соглашений с операторами мобильной связи. Очередной рейд по пересечению незаконной торговли провели полицейские на одном из вещевых рынков в Самаре. Репортаж Павла Баймакова. Пересечение Нового вокзальной и Красных коммунаров в Самаре. Торговля на рынке идет полным ходом, товар на любой вкус. Внимание полицейских прилег один из павильонов с сотовыми телефонами и не только. На витрине большой выбор сим-карт разных операторов. Вот только продают их здесь незаконно. Продавец явно лукавит. Факт продажи сим-карт зафиксировали полицейские и свидетели. Кроме того, товар выложен на витрине. В итоге только в этом павильоне изъяли более ста штук. Как они сюда попали, еще предстоит выяснить. Остальные продавцы решили не дожидаться проверки и сразу же свернули торговлю. Покупать сим-карты в непредназначенных для этого местах полицейские не рекомендуют. Неизвестно, к каким последствиям это может привести. При оформлении сим-карты данным гражданин должен был спросить у нас документы удостоверяющей личности и уже внести сведения паспорта в договор. Деятельность по распространению сим-карт должна осуществляться строго либо оператором связи, либо на основании договора физического лица или юридического с оператором связи. А вот для чего покупают эти сим-карты – не секрет. Во-первых, они популярны у нелегалов. Никаких документов не требуются. А также с использованием незарегистрированных ни на кого номеров совершается масса преступлений и подготовка к ним. Жертвами злоумышленников могут стать и сами воротилы незаконного бизнеса. А пока этому молодому человеку грозит лишь штраф от 2 до 5 тысяч рублей. С начала года в Самаре изъято более полутора тысяч сим-карт. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Аллея ГИБДД появилась возле школы-интерната номер 111. Это учебное заведение подшефное для областной госавтоинспекции. Сегодня начальник управления Игорь Антонов и ветераны службы приехали в школу, чтобы вместе с учениками посадить на территории интерната кусты сирени и жимолости. По замыслу, аллея будет напоминать школьникам и учителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Акция приурочена к 80-летию госавтоинспекции России. 111 школа-интерната – это наше подшефное учреждение. Мы уже четвертый год с ними работаем. В прошлом году мы здесь большую работу проводили именно по старой деревею пилили и тому подобное. Сейчас приводим подшефную территорию, скажем так, в красивый вид. Мы можем помочь ее брать, посадить что-то и провести какие-то акции, можем провести праздник. Мы это и делаем. И, в общем-то, мы здесь не являемся, наверное, гостями, мы уже здесь являемся участниками. По количеству цветов Самара вскоре может обогнать даже Голландию. Нидерланды принято считать страной тюльпанов. А вот на улицах нашего города появляется все больше петуний. Программа «Цветущий город» уверенно шагается по районам. В Красноглинском побывала сегодня Марианна Мирная. Легким движением руки ничем не примечательный цветочный вазун превращается в цветущую клумбу. Розовые, малиновые, фиолетовые, петуньи органично вписались в зеленый пейзаж Красноглинского района, который, как и вся Самара, присоединился к проекту «Цветущий город». В вазуну мы добавляем специально плодородную, подготовленную почву. И, в общем, завозим посадочный материал уже взрослый, цветущий, специально в посадочных горшочках. Аккуратно вытаскиваем. И с корневой системой сделать, выкапываем ямку специально и сажаем цветок в положенное место. 20 новых вазунов расположились на всей протяженности улицы Сергея Лозо. Два из них закупила районная администрация. Остальные 18 появились за счет предпринимателей, которым тоже небезразличен внешний облик Красной Глинки. Не забыли и о клумбах, и о скульптурах, которые тоже создают цветущее настроение. «У нас уже посажены цветники вдоль уличной дорожной сети. Ассортимент растений привычный, но тем не менее, благодаря тому, что грамотно подобраны растения по цветовой гамме, по размеру, то есть создан определенный красивый рисунок, который через 2-3 недели уже будет полностью радовать наших жителей». За цветами будут ухаживать все лето, прореживать, удобрять и поливать. «После того, как цветы высажены в вазон, их необходимо полить. Сажать у меня не очень хорошо получается, а вот шланг с водой мне доверили. Петуни требуют много воды, поэтому хорошенечко их поливаем, и тогда они будут цвести до самой осени». Марьяна Мирная, Константин Головин, События. Новости спорта в эфире, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Валериан Панфилов начинал играть за футбольный клуб «Крылья Совета» в конце 60-х. Десять лет команда ездила в Болгарию зимой тренироваться перед чемпионатом СССР. Контрольные матчи играли со Старозагорским бюроем. «А это была международная игра, поэтому и на полном серьезе играли. На полном серьезе. Правда, травм не был, но не уступали. Ни они нам, ни мы». В новейшей футбольной истории «Крылья» предпочитают готовиться к соревнованиям в других странах. А по «Братимой Старозагорье» вспомнили в 2007 году, когда Самарскому клубу исполнилось 65. Ветераны решили тряхнуть стариной и сыграть товарищеские матчи. «Приезжали все ребята, как раз те, с кем я играл, когда был действующим футболистом. Ну и, конечно, очень приятно было увидеть. Я полузащитника играл. Вот кто против меня играл, мы в основном вот так. И все на парочке, там защитники, нападающие. И вот они между собой сидели, разговаривали, вспоминали все». По мастерству старозагорские футболисты превосходили. Куйбышевских счет по матчам был в пользу болгарских спортсменов. А вот уже во времена ветеранских поединков удача была на стороне самарской команды. Последний результат – 2-0 в пользу «Крыльев Советов». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин